Чеченская республика Но говорить мы собираемся не столько о безнравственности некоторых СМИ, сколько о безнравственности некоторой части так называемой Ичкирийской оппозиции, проживающей в Европе. Поясним почему. В многочисленных роликах аппарат Закаева, назовем так условно несуществующую часть несуществующей правящей кучки, всегда кичится тем, что они контролируют климат среди проживающих в Европе чеченцев, подразумевая под этим соблюдение норм приличия во избежание создания отрицательного имиджа чеченцам. Что же мы видим по факту? Разгорелась нешуточная информационная война, в которой Запад и многие проплаченные СМИ продолжают выдумывать какие-то гонения на несуществующих ЛГБТ в Чечне. Некоторые из представителей этих СМИ даже вызвались помочь этим притесненным. Естественно, никаких доказательств и фактов данного угнетения предоставлено не было. Мы лишь можем довольствоваться сводками в средствах массовой информации, в которых сообщается о жертвах, спасенных путем пересечения границы. И вот что интересно. Почему же молчит наша влиятельнейшая, с их же слов, чеченская европейская элита? Почему не сделано ни единого заявления в адрес европейских властей? Почему не сделано ни единого расследования, чтобы выяснить, действительно ли все обстоит именно так? Получается, вся нравственность введена к тому, чтобы закрывать глаза на происходящее? Не единожды ими же самими были сделаны заявления о влиятельности ичкрийской части чеченской диаспоры, вплоть до того, что к ним относительно вопроса миграции обращаются сами европейские власти. Помните пламенную речь оппозиционных делегатов на их так называемом заседании чечкрийского правительства, на котором они обсуждали ситуацию на польской границе? Именно тогда участниками их заседания была озвучена информация об их влиятельности и доверительных отношениях, как минимум, с миграционными службами. На этом основании мы можем делать выводы, что они просто не могли не знать, имеет ли место данная информация, были ли случаи массового бегства представителей ЛГБТ из Чечни, и вопрос следующий. Если это так, почему вместо того, чтобы заполнять интернет-посланиями Кадырылу, совершенно не имеющими значения и не относящихся к сути, они не займутся данным вопросом? Или их влияние в Европе настолько ничтожно? Или же им все равно, что репутация чеченцев, как этнической группы, подвергается серьезным нападкам? Мы склоняемся к обоим вариантам. Этим людям уже все равно на нравственность, и они наивно полагают, что попытки очернить Чечню автоматически добавляют правоты в их призрачную борьбу за право властвования. Почему, к примеру, они не отреагировали на новость о предоставлении убежища двум представителям ЛГБТ из Чечни и Литвой? Почему они выступили с опровержением? Почему не приняли меры для того, чтобы остановить дискредитацию чеченского народа? Если говорить о самой симптоматике, всегда во все времена в любом обществе бывают больные люди. Чеченцы, народ, который, несмотря на кажущуюся суровость, практикует довольно гармоничную систему воспитания самого раннего возраста, что называется по-чеченски «притошкиор». Эта система не дает сбоя, так как имеет в своей основе мудрость всех пророков. При таком подходе невозможно, чтобы у человека в любом возрасте произошло подобное отклонение, в результате которого он стал бы приверженцем нетрадиционной ориентации. Поэтому народ вполне естественно отреагировал на грязные нападки журналистки Милашины, которая в своей профессиональной деятельности не брезгует абсолютно ничем, как уже давно поняли чеченцы. Но последний выпад поверг шок абсолютно всех. Даже народы, не имеющие отношения к чеченцам, недоумевают, как такое могли вообще придумать? Если эти люди, сидя в Европе, подчеркиваем, не все, но их часть, та, которая каждый год занимается штампованием клише относительно сегодняшнего положения дел в Чеченской Республике, наивно полагают, что очерняет чеченский народ, а не очерняет исключительно нынешнее чеченское правительство, то они очень крупно ошибаются, потому что своей пассивностью они очерняют в первую очередь себя. Ведь сложно будет объяснить мировой общественности, что люди, вчера кричавшие о национальной самоидентификации в лучшем ее виде, сегодня закрывают глаза на компанию, задача которой – опорочить ценности и традиции чеченцев, а значит, их религию, их традиции и их национальную самобытность.